Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Спасителю Господу! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, дорогие друзья, всех приветствую, благоставляю. Сегодня особенный такой день. Во-первых, продолжение праздника Ханука, праздника обновления, как о нем написано в Новом Завете. Именно так синодальные переводчики перевели праздник обновления. Имеется в виду обновление Храма Божьего, освящение его, новое посвящение, перепосвящение, или как назвать еще даже. Ну так и есть, обновление, обновление Храма Божьего, праздник Ханука. Да, кстати, в Новом Завете, об этом напоминаю, говорится в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 22 стих и далее. Вот, но контекст, конечно, потрясающий. Вот, этого праздника в Новом Завете, как раз именно на праздник Ханука, и Шуа Машиах, Иисус Христос, он декларировал свою божественность, он утверждал это словами великого откровения, «Я и Отец одно». Слава Богу! И перед тем, написано там в 9 главе Иоанна, он исцелил слепорожденного человека, то есть рожденного слепым, да, от самого рождения слепого человека. Это было неслыханное событие в Израиле. В следующей главе, в 11 главе, он как раз воскрешает друга своего Лазаря. Так что, вот описанное как раз в 10 главе Евангелия от Иоанна, это потрясающее как раз событие, потому что это и утверждение Иисуса Христа, это и его демонстрация божественности, и его утверждение, его, как бы, ответ, что ли, ответ его всем нам на то, что такое настоящее Ханука, что такое настоящее обновление, что такое освящение, обновление, переосвящение, как бы, повторное освящение храма Божьего, новоселье, да, в старый новый дом, будем договорить, старый дом отремонтированный, полностью обновленный, вот и мы въезжаем в этот дом. Удивительно, конечно, но имеется в виду, конечно, дом Божий по контексту всему, всего празднества, освящения, перепосвящения храма Божьего. Слава Богу! Так что, настоящее Ханука, настоящее обновление в единстве с Отцом, в единстве, в полном, абсолютном, гармоничном таком единстве с Творцом. Я и Отец одно. Именно так Иисус Христос, Ишуа Машиах, как оригинально звучит, Ишуа Его имя, действительно, это провозглашал, так оно и есть. В жизни миллионов и миллионов верующих, вот уже два тысячелетия, дамы и господа, братья и сестры, созидается третий храм Божий. Это один тот же самый храм Божий, один великий храм Божий. Это потрясающая история. Я об этом буду говорить в завтрашнем воскресном служении. Вот, а вообще-то и сегодня, в этот Шаббат, я, значит, тоже собираюсь об этом говорить в собрании мессианском. Вот, и я вот начал с того, что это день особенный такой, значит, такой очень такой торжественный, очень особенный. Ну, во-первых, я уже сказал, что Ханука продолжается, да. А второе, что Шаббат, да, так что старым добрым еврейским приветствуем вас всех, приветствую. Хак Самеях, хак Ханука Самеях. Ну, и, конечно же, Шаббат Шалом. Шаббат Шалом, хак Ханука Самеях. Хороший, светлый, радостный, веселый вам Хануки и мирный Господний Субботый. И, слава Богу, сегодня действительно хочу прославить моего Господа, Спасителя, Иисуса Христа, Ишуа Машеха, за великое чудо. Он есть камень, скала, камень драгоценный, фундамент доставания. Написано в Новом Завете, апостолом Павлом было следующее, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Одно основание, один фундамент веры нашей жизни, Иисус Христос. И строят ли кто на этом основании? Из золота, серебра, от драгоценных камней, дерева, сена, солома написано. Каждого дела обнаружится. Прочтите это, пожалуйста, сами в послании апостола Павла в Коринф. Его первое письмо в Коринф 3.11 и далее. Как раз говорится о фундаменте великом храма Божьего, третьего храма Божьего уже. И о строительстве этого храма, и о великом чуде. И в 16 стихе там говорится, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Да, я храм Божий, и мы вместе верующие храм Божий. И Дух Божий живет в нас. Апостол Павел написал это тогда, когда тот храм, второй мы его называем, храм, он еще существовал, он еще не был разрушен римскими оккупантами. Он еще функционировал даже в то время. Но этот храм, второй храм, каменный, вот этот по образу небесного, там все устроенное, сделанное, он уже был пустым. Не то, чтобы там не стало священства, все было. Жертвы были, минора горела, правда, на празднике она тухла на протяжении 40 лет последних. К чему бы это священники, я думаю, многие понимали, да и сегодняшние верующие прекрасно понимают. Потому что мессия, Машеах, он на кресте, умирая, он воскликнул, совершилось. И завеса в храме разорвалась. И хотя священники, как говорится, залатали завесу, возобновили служение, как будто ничего же не произошло, но все изменилось. На самом деле все переменилось, абсолютно все переменилось. В действительности храм Божий начал созидаться, третий храм Божий. И уже два тысячелетия он созидается. Да, дамы и господа, братья и сестры, дорогие, уже стройка тысячелетий, двух тысячелетий стройка. Созидается храм Божий на протяжении двух этих тысячелетий на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Да, все здание стройно слагается, стройно созидается из живых камней. Да, не из мертвых камней, а из живых камней. И эта стройка тысячелетий действительно потрясающая, она великолепна. Потому что в действительности в каждом этом камне, в каждом этой кирпичике сам Иисус Христос, сам Мессия. И весь этот храм, все это строение в целом, это есть тело Машеха, тело Мессии. Это тайна Нового Завета. Вообще-то Мессия, когда воскрес, то на протяжении сорока дней являлся своим учеником, он медим, и он говорил им о царстве, то есть о церкви своей. Это не просто отдельная конфессия, отдельная деноминация. Речь не о нас православных, и не о наших братьях-сестрах, западноевропейских католиках, и не о протестантах наших братьях-сестрах. Нет, нет, абсолютно нет. Речь идет о цели его, о церкви его. Не о конфессиях, а о всей церкви его, вкупе его церкви. Не о просто даже о ветвях определенных, каких-то веточках, надломленных, отломленных, привитых, прижитых, прижившихся, вновь появившихся на древе этом великом. Нет. Речь идет о вкупе всей церкви, потому что желает то или не желает, кто признает то или кто не признает, но церковь Иисуса Христа, она едина. И она действительно едина, и она непобедима. Церковь едина, и церковь непобедима. Потому что это действительно великое обетование, которое прозвучало тогда и на Хануку. Мы вспоминаем об этом часто. Как раз, в общем-то, все дни Хануки, зажигая каждую свечу, прибавляя каждый день новую свечу, вспоминаем мессианские верующие, вспоминаем христиане разных конфессий, что действительно храм Божий, третий храм Божий, наш храм обновляется. Божий, святой Иисуса Христа тело обновляется. Один из отцов церкви раннего христианства еще, третьего столетия, через 200 лет после начала истории христианства, Киприан Карфагенский, Киприан, да, архиепископ Карфагенский, он говорил «Экклезия семпер реформанда», церковь непрестанно реформируется, всегда обновляется, непрестанно реформируется, семпер реформанда, действительно, всегда, непрестанно реформируется, есть реформация, есть деформация. Вообще-то этот год, завершающийся год, 2017, по нашему гражданскому летоисчислению, он вообще весь посвящен чуду реформации, год реформации в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Этот год так и обозначен, год Великой Реформации, потому что мы вспоминаем 500-летие, со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. На протяжении всего этого 2017 года мы вспоминаем тот благостовенный 1517-й, когда в октябре которого доктор Мартин Лютер, тогда священник еще традиционной католической церкви, он поднял знамя реформации, прибил 95 тезисов к дверям Виттенбергского собора всех святых, и, как говорится, стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. И не только Европу. Можно Чарльзу Спарджана продолжить высказывание и весь христианский мир, будем так говорить. Да и не только христианский вообще. Во всем мире это оукнулось. Планетарного масштаба событий действительно, это даже и неверующие историки признают, что действительно это повлияло на ход всей мировой истории вообще. Так что пять столетий назад действительно произошло такое великое чудо. И вот на протяжении всего этого года, 2017 года, уже год завершается, но с самого начала этого года и вот до самого конца воспоминаются это события. И, в общем-то, календарный 2017 год, это действительно тоже чудесный год, юбилейный год, будем так говорить, юбилей, 500-летие, с дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Благодаря тому, что действительно грянула Великая Октябрьская христианская реформация, церковь действительно пережила возобновление. Настоящая хануга началась. Знаете ли, значит, я не уверен, что как бы Мартин Лютер до конца понимал, что он делает. Да и мы, что-то совершая, порой даже и не видим всей масштабности, всего величия того, что мы делаем. Только на расстоянии все видно, знаете ли. И сегодня уже можно смело назвать Мартин Лютера таким Иудой Макаби уже 16-го столетия, Маковей 16-го века. И действительно, хануга, продолжающаяся хануга, обновление церкви, начиная с 16-го столетия того, и вот пять столетий продолжается. Это хануга в церкви Нового Завета, в третьем храме Нового Завета, храме Иисуса, теле Иисуса Христа. Потому что в этой стройке тысячелетий были периоды истории, когда, казалось, знаете ли, все превращается в долгострой. А некоторым, наверное, казалось даже порой, что действительно стройка уже прекратилась, уже как бы все замерло, разрушается, как бы, и, в общем-то, проще снести это здание, начать что-то новое, знаете ли. Но на самом деле это неправда, потому что церковь Иисуса Христа всегда созидается, непрестанно реформируется. И даже если в каком-то поколении, ну, к примеру, там, два-три человека всего лишь было верных Господу, рожденных свыше людей, то все равно церковь Иисуса Христа, она была в этих людях, и эти люди и были церковью Иисуса Христа. Несмотря на, может быть, миллионы отступников вокруг. Знаете ли, как Илья, помните, в истории Израиля ветхозаветной церкви, как мы в православии называем эту историю, тоже были периоды, тоже, не дай Бог, знаете ли, периоды такие, что страшные периоды. И вот, когда Илья, пророк, он действительно говорил, что, значит, он один остался вообще тогда в своем поколении, но, правда, божеский ответ его обескуражил, его ошеломил, потому что, согласно божескому ответу, еще три тысячи сам Бог знал. Илья не знал, конечно, где эти люди, но Бог знал этих людей, которые колени своих перед валом не склоняли. Где эти были люди, мы не знаем точно, но Бог их видел, потому что Бог сердцеведец на самом деле. И даже если, значит, Илья был один там, шашкой наголо, как говорится, в чистом поле, и один в поле воин был. Как вот на картине Васнецова, если видели, да, я очень люблю эту картину Васнецова, называется «И один в поле воин». Там такой богатырь такой скачет, куча врагов, а он такой веселый, такой молодец такой скачет. Конь такой довольный, он довольный. Ну, сказочный персонаж такой интересный. Вот и действительно, и один в поле воин, если Господь с нами. Вчера тоже там один бродяга пел там песню, значит, играл на гармонии. Вот, и я вспомнил, как эту песню перефразировали в еврейской, киевской, мессианской общине. На медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга. Если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога. Вот так вот перефразировали эту песню, переделывали. Там другие куплеты были. Ну, одним словом, кимо это и кимо. Кто будет в Киеве, обязательно приходите на служение киевской, еврейской, мессианской общине. Не пожалеете. Это вообще для меня родная община очень, близкая, родная моему сердцу, моему духу. И с удовольствием бываю. И в других мессианских, конечно, общинах, безусловно. Слава Богу. Вот, и знаете, друзья, вот сегодняшние Хануки хочу благоставить всех вас, дорогие друзья. Благоставляю. И пусть ханукальное обновление будет в нашей жизни, в наших семьях, в нашем служении Господу, в наших церквях, общинах, синагогах. Пусть будет ханукальное обновление в каждом собрании любящих Господа, боящихся Его. Пусть совершается в народе Божьем чудо Хануки в Израиле, современном Израиле, воскресшем из небытия в еврейском государстве и в столице еврейского государства Израиля в городе Иерусалиме. Слава Богу, перед Ханукой буквально это чудо просто ошеломило на самом деле. Ну, долгожданное чудо, ожидаемое, но оно все равно внезапно на самом деле ошеломило всех и врагов, и друзей еще больше, наверное, Израиля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично, как лидер свободного мира, провозгласил Иерусалим столицей, такие столицы еврейского государства Израиля. Это потрясающее событие, конечно. Подарок свыше от Бога. Слава Богу за Дональда Трампа, слава Богу за всех, кто содействовал, за Кушниров, за всех, кто содействовал этому чуду. Я просто молюсь о них и благодарю Бога за каждого из них. И тайных, и явных друзей Израиля, которые содействовали этому великому чуду. За Маковеев 21-го столетия. Ну и сегодня Ханука продолжается. Не просто календарная даже Ханука, а реальная Ханука, историческая Ханука продолжается предпришествием Машеха, перед его славным возвращением, перед его вторым, как мы говорим, христиане, пришествием. Действительно совершается великая Ханука, великое обновление. И пусть в минорах наших сердец всегда горит святой Божий огонь. Пусть в миноре нашего служения горит Божий святой огонь непрестанно, всегда во имя Господа Иисуса Христа. И пусть каждый из нас, верующих, из верующих, будет действительно рассудительным, мудрым, как те мудрые девы. Помните, да, в притче Христа, которые перед его пришествием описаны, очень интересно, они имели с собой масло. Но пусть не будет среди нас тех глупых верующих, как вот те девы, да, которые не позаботились иметь Елея, думали так на сухую, знаете ли, думали, все так сойдет, а и так авось небось и накуси-выкуси, как, знаете, в России по старой такой традиции существует. Это неправильная традиция, неправильное мышление, это бесовское мышление, Божье мышление. Нужно действительно считать, нужно рассуждать, нужно хэшбон, да, вот подсчитывать все. Действительно, это очень важно. И пусть Господь благоставит всех вас, дорогие друзья. Благоставляю Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Ну и сегодня Ханука 5778 года. Ханука, 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 Ханука. Слава Богу, дорогие друзья, благоставляю всех вас.